друзья мои приветствую вас у себя на канале найманка висей с вами сегодня видео необычное для этого канала называется сага кухни часть 1 почему часть 1 я объясню сейчас все это все это видео будет объяснять что это часть 1 часть 2 будет наверное финальная точка когда будет кухня в этой когда будет кухонный гарнитур в этой огромной кухне она действительно огромная может быть она не самая огромная на этой планете но для нас выросших советском союзе она огромная вот почему я вот тут так сказать присела чтобы вы видели вот каким-то образом вот кухонный гарнитур вот он планировался внизу значит темные такой темно-серый наверху там другого цвета на белый или бежевый я я точно не знаю их планы но значит это планировалось что вот вот так вот это все вокруг 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 потом вот это за мной вот он island огромный огромный широкий широкий из двух сторон он все это в мебели и и потом планировалось там еще островок и все это планировалось что вот тут наверху тоже будет вся кухня вот она вот почему сага потому что это началось вся эта история в две тысячи двадцать третьем году в мае месяце в мае месяце они пошли в предприятие в одной из американских подписали с ними бумаги оплатили в июле месяце насчет оплаты где-то около 18 тысяч это была оплата и где-то с октября начали им поставлять мебель и мебели возили в общем три раза привозили потому что что-то увозили что-то привозили а почему что-то увозили потому что там приходило все с поломкой что мог мой сын вот тут вот как-то организовал как как это было возможно из того что это было возможно вот все это как-то вот существует но все существует стоите да вот смотрите вот эти вот в общем очень много недочетов вот у меня вот допустим вот этого часть меня то вообще вот эта часть это коробит посмотрите вот это вот задумано как здесь будут отходы которые на переработку на ресайкл и на посмотрите вот эта дверь шевелится ну в общем как они как что они за материалы но в общем вот все некачественное здесь так вот смотрите вот тут вот вот это вот дверца открывается когда открывается на плохо открывается потому что тут это за заедает в общем вот видите в каком состоянии люди живут ну вот это вот от часть с кухон как же открыть то вам сейчас открою вот как она как она задумана у них вот вот она должна она задумана друг другие ручки здесь но еще до ручек дело не дошло я вот придумала детскую присоску вот детская присоска вот так тем наклоняться и открывать ее ну вот вот такие вот моменты у них все они продумали но все это не не недостаточно качественное предприятие согласилась почему согласилась почему им вернули деньги тоже сейчас скажу когда уже в июне моя дочь его невестка пошла к адвокату заплатила тысячу объяснилась ситуация адвокат посмотрел все документы все переписки все фотографии все это на деле убедился и говорит оплачивайте тысячу ваши деньги будут у вас на самом деле так и получилось и уже им поступили эти деньги полностью утилизации еще не прошла сейчас покажу сколько надо утилизировать там просто там просто море всего просто действительно кухня огромная и вот смотрите вот сколько вот это все это все кухня это все кухня сколько шкафов это все но весь гараж завален этой кухней вся кухня стоит в этом не люди не могут пользоваться нормальная кухни сколько времени вот это все это все кухня вот и насчет утилизации утилизировать должны были они они говорили мы на неделе приедем и заберем и говорят моя девочка просит типа приедьте тогда когда мы будем дома да конечно и приезжает совсем без оповещения и это было раз это было два и теперь уже говорят ну хорошо сами утилизируете ну вот теперь мы самим нужно утилизировать но они нашли уже почему будет сага о кухне номер два потому что они нашли другое предприятие и другое предприятие там то ли это но в то ли это итальянское предприятие в америке то ли это американское предприятие которое работает напрямую с италии но в общем вот так вот не получилось у них хорошая работа с кухней и вот я очень надеюсь что второй я вторая часть будет более оптимистичная и более красивая и что в кухне будет идеальный порядок который зайдя в эту кухню когда будут только радоваться и я и гости самое главное хозяева этого дома дети этого дома и самое главное конечно хозяйка этого дома я очень надеюсь что наступит это время вот всех целую обнимаю всем пока пока да и напишите как у вас решаются такие проблемы бы были же были ли у вас в жизни какие такие проблемы и был ли какой-то такой исход положительный отрицательный в любом случае напишите ваши истории с уважением к вам найманка весы пока пока